Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю передачу мы начнем с изучения 21 и 22 стихов 12 главы Первой Книги Царств. «И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа Своего ради великого имени Своего. Ибо Господу угодно было избрать вас народом Своим». Чудесный стих. «А вы приняли имя Господа? Стал ли Он вашим спасителем? Нашли ли вы в Нем покой? Тогда Он не покинет вас». В 5 стихе 13 главы Послания к евреям Господь сказал, «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть, ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». «Как чудесен наш Бог! Он с радостью сделал нас Своим народом». Но не позволяйте старым грехам и прошлым ошибкам портить вашу жизнь. Неважно, кто вы и что вы сделали, если вы обратитесь к Господу за спасением и прощением, Он примет вас и щедро благословит. «Не допускайте, чтобы прошлое лишило вас будущего и разрушило настоящее». Но почему Бог избрал народ Израиля? Отвечая на этот вопрос, посмотрите на Бога, а не на народ. Бог поступил именно так. Это и есть объяснение. «Быть может, Бог и вас избрал, а ваши друзья удивляются, почему это произошло. Неважно, но важно только то, что Бог избрал вас. Благодарите Его за это. Ведь Он мог просто пройти мимо Меня, и я ликую от того, что Он этого не сделал». Самуил поведал израильсянам удивительную по своей важности и значимости истину. «Разве вы не рады от того, что вы на стороне Бога? Разве не чудесно, что вы друзья Господа? Разве не великолепно, что Он ваш Спаситель? Он всегда за вас и никогда против вас. Он хочет помочь вам, потому что Он великий помощник и великий Спаситель». Прочитаем далее 23 стих. «И я также не допущусь в себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». За время своего служения на радио я обнаружил, что у многих есть дар. Это дар – молитва. И я уверен, что он от Бога. У нас в Южной Калифорнии есть больные, которые навсегда прикованы к постели. И эти больные несут молитвенное служение. Их молитвы сильны и очень важны. Я сейчас уже на пенсии, а потому могу много ездить по стране. И моим нынешним служением я обязан прежде всего молитвам многих людей. Например, в Чикаго один человек пожал мне руку и сказал, «Вы знаете, я молюсь за вас уже много лет». «Когда я слышу такие слова, мне хочется плакать. Мне хочется стать на колени пред Господом. Ведь молиться за других – большая привилегия». Самуил сказал, «Я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас». Каждый из нас должен молиться. Я знаю, что должен молиться за определенных служителей нашей Церкви, большинство из которых – мои друзья. Я бывал в их приходах, и мне известны их трудности, и я регулярно молюсь за них. И еще я молюсь за мою семью, потому что кто же еще будет за нее молиться? Я также должен молиться за мое служение на радио. Должны молиться и вы, друзья мои. Нельзя допускать такого греха пред Господом, не молиться друг за друга. Читаем далее 24 и 25 стихи. «Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». В последний раз я ходил на футбол в посадине. Было это довольно давно. Рядом со мной сидел человек, который болел за другую команду, и должен сказать вам, это был настоящий сумасшедший. Как раз таких людей называют фанатами. Лишь только мяч оказывался у игроков его команды, он вскакивал и начинал неистово орать. Мне его поведение, конечно, не нравилось, поскольку я болел за другую команду, но тем не менее, смотря на него, я не мог ему не позавидовать. Вот бы мне такой неистовый энтузиазм в отношении всего, что касается Бога. Ведь мы должны служить Господу всем своим сердцем. Вот к чему призывает Самуил, и эта его лебединая песня несет в себе великий смысл. А сейчас давайте обратимся к изучению 13 главы, в которой мы узнаем о том, как Саул восстает против Бога. Саул начинает показывать свою настоящую природу. Его сын Иоаннафан одерживает победу в Мехмасе. Однако Саул трубит в трубу и приписывает себе эту победу. Затем Саул вторгается в сферу обязанности священника. Самуил упрекает и порицает Саула, а Израиль оказывается безоружным. В этой главе мы найдем подтверждение тому, что я говорил о царе Сауле, читая 9 главу. Внешне Саул был похож на царя, однако на самом деле он вовсе не был царем. Читаем стихи с 1 по 4. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе три тысячи из израильтян. Две тысячи были с Саулом в Мехмасе и на горе Вифильской, тысяча же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне. А Саул протрубил трубой по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Начинает проявляться истинный характер Саула. Рассмотрев его хорошенько, мы приходим к выводу, что он ненастоящий царь. Мы только что прочли, что Иоаннафан разбил охранный отряд филистимский. Однако похвалу за это получил никто иной, как Саул. Иоаннафан был, похоже, очень талантливый военачальник. Позже мы увидим, как он одержал еще одну победу, используя очень интересную тактику. И в этой первой битве победу одержал Иоаннафан. Однако Саул трубит о ней по всей стране, присваивая таким образом эту победу себе. Саул, как видим, действует по известной пословице. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Саул трубит и заявляет всему Израилю, что именно он, а не его сын, одержал победу. Однако вся армия и сторонники Иоаннафана знают, что это неправда. Люди начинают понимать, что армия Саула слаба. Я уже говорил, что смирение Саула фальшиво. И теперь это становится очевидным. Прочитаем пятый и шестой стихи. И собрались с филистимляне на войну против Израиля. Тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли. И расположились станом в Мехмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. Очевидно, что филистимляне отправились после поражения и с новыми силами выступили против Израиля. Прочитаем восьмой и девятый стихи. Вот еще одно свидетельство не в пользу Саула. Он решил, что раз он царь, он может приносить жертву всесожжения. Позже мы увидим, как другой царь, которого звали Озия, тоже возомнил, будто может выполнять обязанности священника. И Бог сурово наказал его за это. Озия был поражен проказою, о чем мы прочтем в двадцать шестой главе второй книги Паралипоменон. А Саул забыл о том, что в свое время повелел Бог. Только священник из колена левитов может приносить жертву всесожжения. Прочитаем десятый и одиннадцатый стихи. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал, что ты сделал. Саул отвечал, я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мехмасе. Саул не захотел ждать Самуила. Как видим, он ведет себя нетерпеливо и самоуверенно. Он полагает, что у него есть три причины не ждать Самуила. Во-первых, народ разбегается от него. Во-вторых, филистимляне наступают. А в-третьих, Самуил опаздывает. Виноваты все, кроме него. Прочтем двенадцатый стих. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение. Саул представляет все таким образом, будто он был просто вынужден принести жертву и просить Господа. Саул попросту лжет, и его набожность фальшива. Мы начинаем видеть настоящего Саула. Прочитаем тринадцатый и четырнадцатый стихи. И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе. Ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет в себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Саулу в самом начале было сказано, «Если он будет повиноваться Богу, то будет благословен. Если же повиноваться не будет, то будет наказан. Правитель должен повиноваться Господу». Сегодня миру нужен правитель, который сам подчиняется Господу. А все наши беды от того, что такого правителя у нас нет. Конечно, получим мы такого правителя только когда на землю вернется Господь Иисус Христос. Ведь именно в этом и состоит главная цель Бога. Саул ослушался Бога, а значит Бог даст Израилю другого царя, который появится несколько позже. Но сейчас даже Саул не знает, кто окажется этим царем. Прочитаем стихи с 15 по 17. «И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до шестисот человек. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Мехмасе. И вышли из стана филистимского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре в округ Суаль. Итак, вскоре начнется битва, и мы увидим, насколько опасным может стать разоружение. Сегодня немало людей пытаются разоружить Америку. Они уверены в том, что если уничтожить все боеприпасы, то и войн больше не будет. Другие считают, что надо принять закон, который запретит ношение оружия. Они полагают, будто обезоружив таким образом всех честных людей, они остановят негодяев. Друзья мои, негодяев нельзя разоружить. Все, что мы добьемся, это лишь того, что честные люди окажутся безоружными перед преступниками. Это все идеалистические и неразумные идеи. Прочтем стихи с 19 по 21. Кузнецов. Итак, филистимляне разоружили израильсян, однако разрешили им пользоваться некоторыми сельскохозяйственными орудиями. Чтобы заточить эти орудия, израильсянам приходилось обращаться к филистимлянам, и те всегда знали, какое именно оружие есть у израильсян. Прочитаем 22 и 23 стихи. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Мехмасской. Мечи остались только у Саула и Иоаннафана. Все остальные, думаю, были вооружены кирками, топорами, дубинами и тому подобным. Вот такая была у них армия. А теперь мы переходим к рассмотрению 14 главы Первой Книги Царств, в которой мы узнаем о победе Иоаннафана над филистимлянами и о том, как был отвергнут поспешный приказ Саула. Иоаннафан здесь снова одерживает великую победу, и Саул снова присваивает ее себе. От зависти Саул готов уничтожить своего собственного сына. Из 14 главы мы узнаем о тактике, с помощью которой Иоаннафан разбил филистимлян. Говорят, что во время Первой мировой войны именно эту главу Библии перечитывал британский генерал Аленби в ночь перед своей битвой с турками, в которой он одержал победу. И это очень интересная деталь. К сожалению, я не могу рассказать вам подробности этой битвы, потому что мне плохо знакома география той местности. Но когда я был в Палестине, у нас просто не хватило времени там побывать, к тому же я не военный. Но я уверен, что генерал Аленби, прочитав эту главу, воспроизвел тактику Иоаннафана в бою с филистимлянами. Генерал Аленби был христианином, который хорошо знал Библию. Что же касается Иоаннафана, то он должен был провести своих воинов через узкое ущелье. Только тогда армия Иоаннафана, очень плохо вооруженная, получала хоть какое-то преимущество. Подобная битва произошла при Фермопилах, горном ущелье в Греции, когда греки, которые были в меньшинстве, смогли удержать наступавших персов. Израилю тоже необходимо было придерживаться этой тактики, поскольку они тоже были в меньшинстве и почти без оружия. Оставим подробности битвы и рассмотрим духовный урок, которому она учит. Прочитаем 18 стих. И сказал Саул Ахаи, принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими. Саул не должен был приносить кивот, то есть ковчег завета, на поле боя. Как мы уже видели, во времена Самуила, сыны Израилевы с суеверием относились к ковчегу и полагали, будто ковчег сам по себе может помочь им в битве. Так думал и Саул. Прочитаем 23 стих. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Авена. Однако, несмотря на то, что Саул принес на поле боя ковчег, победила тактика Иоаннафана. Бог был на стороне этого юноши и очень жаль, что ему пришлось рано умереть. Далее мы прочитаем о том, как был отвергнут поспешный приказ Саула. Начнем со стихов с 24 по 27. Люди израильские были стомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим». И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей к рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и, протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. Интересно, что Иоаннафан не знал о повелении своего отца, запретившего есть, пока не будет одержана победа над врагами. По сути дела, Иоаннафан уже одержал победу. А мы начинаем понимать истинную природу Саула. Иоаннафан одерживает победу, а Саул говорит, что это сделал он. Скромность его, в кавычках, улетучилась. Мы видим здесь только неприкрытую зависть. Прочитаем стихи с 28 по 30. И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан, «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлен?» Саул отдал неразумный приказ. Люди устали. Они самоотверженно сражались и победили. Они хотят есть. А Саул говорит, «Не разрешаю никому есть и крошки до тех пор, пока я не отомщу своим врагам». От его скромности не осталось и следа. Прочитаем 35 стих. «И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу». Саул строит жертвенник Господу и приносит на нем жертвы. Однако, как становится известно из последующего библейского текста, Бог уже перестал использовать Саула и намерен в будущем поставить Израилю другого царя. О том, кто будет этим царем, вы узнаете из нашей следующей передачи. На этом позвольте мне закончить. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok